Куча видео по Скайварсу, также прохождение нереально крутых и интересных карт в Майнкрафте И также рубрика без мода Всё это вы сможете найти на канале FoxOnAir Заходите и подписывайтесь Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее продолжение прохождения нереально крутой карты в Майнкрафте Где мы играем в мире 2D и также видокамеры сверху В принципе, первая серия вышла вчера Я заметил то, что она вам понравилась Поэтому, ребята, сразу же держите новую серию Потому что на предыдущей серии мы набрали 3000 лайков за один день Я, ребята, буду очень сильно рад, если вы также поставите лайк на этой серии Потому что чем быстрее мы наберём 2500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия с прохождением новой карты Я также буду для вас стараться найти какую-то новую крутую карту Поэтому, ребята, не полегнитесь, поставь лайк 2500 лайков, выходит новое видео, новая серия Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг Я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков, ребята Потратьте 2 секунды на лайк, на подписку За это я вас буду любить еще больше И также выпущу новую серию как можно быстрее Больше не тянем, приступаем к самой серии Ну что, ребята, в предыдущей серии Мы остановились тут в каком-то городе Адрес которого был написан на какой-то записке Которого мы нашли в мусорке В нашем сгорелом доме Поэтому, ребята, сейчас мы сюда пришли И будем искать какой-то путь дальше Что у нас тут есть? Чтобы войти в это здание Нам нужен какой-то ключ-код Ну, допустим, дальше что у нас написано То есть я никогда не заботился об этом городе Я даже не знаю, кто живет в этом доме И что у нас тут написано? Ага, это вот тот адрес, который я ищу Но вход должен быть заблокирован в этом здании Что у нас тут внизу находится? Фиг его знает Это похоже на тупик Я, кстати, тут вижу какую-то лестницу О, да! Нашел! Так, кстати, что у нас тут есть? Я вижу печки, я вижу Фрэнка Ого, то есть... Что? Какое твое дело тут? Странник, что ты тут забыл? А, ну, тут понятно То, что какие-то классные аксессуары В этом доме Но это нам не нужно Мы будем разговаривать с Фрэнком А, я полюбил твою историю Но ты должен поговорить с моим боссом И ты заплачешь за это А чего? А, не, я просто тобой балуюсь Но все же мой босс уже ждет на тебя Твой босс, нифига себе Ну, допустим Пойдем и поздороваемся с боссом Ого, офис Эдварда Ха-ха Сейчас посмотрим, что у нас тут есть Тут ничего важного нету Это охрана Охрана, как у вас делишки? Охрана следит за каждым моим шагом Круто! Это какая-то полулаборатория То есть тут происходили какие-то химические эксперименты Так, Эдвард, что нам говорит? Я сожалею о твоем доме Но мы должны были привлечь твое внимание Охренеть То есть вы сожгли дом этого носатого Для того, чтобы привлечь его внимание А вы не могли ему позвонить Или email написать Или просто-напросто прийти домой Постучаться в дверь и позвать его Логика, что сказать? Ну говори, Эдвард, что ты от меня хочешь? Ты видишь эту машину? А, вот тут посередине Эта машина сделает революцию в нашем мире Так, читаем дальше Это называется Прам Какая-то психическая реальная машина Что-то изменяющее машина И... ой, дай сюда, вот так И мы нуждались в таком человеке, как ты Чтобы протестировать ее А почему именно я? Может на своем охраннике ты бы протестировал? Я не знаю Это похоже на виртуальную реальность Но ты сможешь контролировать вот эту реальность Нифига себе Ага, так И посмотри, что я вижу У тебя есть два выбора Ты можешь выйти с этой двери И упустить твою самую лучшую возможность в жизни То есть испытать вот эту машину на себе Или ты можешь войти в эту машину И изменить все Ну, в принципе, ребята Если он сжег наш дом И, в принципе, нам уже некуда возвращаться То мы, наверное, все-таки войдем в эту машину Да и кто бы не хотел изменять реальность? Все бы хотели Даже если бы вам какой-то чувак на улице пришел Подошел там Вот, хочешь изменять какую-то реальность? Зайди вот в эту машину Вот в этот дом Если это, конечно, не... Не маньячина Или еще кто-то Но все же Давайте, ребята, мы зайдем в эту машину О, ты выбрал правильное решение Ты можешь не заметить какую-то разницу Но сейчас у тебя в башку вживлен какой-то микрочип И который позволит тебе изменять реальность Ну, понятно, понятно И если ты сейчас на нашей стороне То, в принципе, приходи ко мне в любое время Чтобы поговорить и чтобы приступить к твоей первой миссии Ну, убедись в том, что ты приготовишься хорошенько Ну, он нам дал 300 баксов У нас здесь уже 600 баксов Что мы можем купить за 600 баксов? В принципе, если мы сейчас к нему подойдем То мы можем пойти и выбрать первую миссию А знаете что? Давайте выберем и после этого пойдем в... В магазин, чтобы прикупить новые вещички Так, твое первое задание Это небольшая тренинг То есть, ну, небольшая тренировка Чтобы ты вжился в эту роль Тебе нужно пойти в доки И принести посылочку для меня Которая там уже валяется несколько месяцев Тебе нужно выйти из города И пройтись под туннелем Чтобы добраться в доки с кораблями Ну, в принципе, все понятно Ага, то есть, следуй в город И найди вейс-центр И потом через туннели проберись в доки Все понятно Ладно, ребята Охрана, начальники, прощайте Так, прощайте Вот сейчас спускаемся вот сюда И изначально мы последуем в магазин Для того, чтобы купить нужные вещички Как вы там видите Уже есть какие-то доки там наверху Куда мы сейчас последуем Но сейчас, ребята, давайте мы пойдем в магазин Здрасте-расте Давно не виделись И знаете, что мы купим? Давайте в первую очередь мы купим аптечку Аптечка нам пригодится Замечательно 25 баксов Я не знаю, она только одно использование Не знаю, у нас было 86 жизней Стало 100 И аптечка не пропала Так, дайте мы выложим вот это Вот это Отмычку можно сюда поставить И прам Это... Не знаю Сейчас, ребята, мы посмотрим Что это такое Это контроль какой-то реальности И купим новое оружие Это золотая палочка Ооо, ты собираешься на большую охоту Да, чувак, собираюсь И сейчас я выйду с этого здания И замечательно то, что нам не нужно будет Опять проходить вот это все Вот этот весь путь до этой карты Сейчас мы изменим Вот этот ножик Карманный ножик На вот эту золотую палку Нифига себе В карманном ножике 5 урона В палочке 25 урона И также плюс Нифига себе Офигеть Плюс Оглушение Это просто офигеть Ну ладно, ребята, мы сейчас последуем сюда В канализации Да, ребята, это канализация и туннель Я уже хочу испытать вот этот Прам-изменитель Реальности Посмотрим, что это такое Но сейчас, ребята, мы будем следовать туннелям Ух ты ж какая-то Крыса Ааа, я не знаю Давай крысу Ааа, крыса Крыса, крыса Мы ее оглушаем и так же бьем Замечательно Это мутирующая крыса Было накормлено Накормлено какими-то Какими-то Чего? Это мутирующая крыса Было накормлено какими-то Ааа, припасами То есть Я не знаю, что это там было А, ягодами Да Ну, допустим Нам дали, кстати, ягоды Да Какой-то На рост Так, идем сюда Ааа, что это такое Ааа, это похоже на какую-то ловушку Чтобы ловить туннельных крыс А если мы сюда ягоды О, да Мы поставили ягоды И сейчас эта ловушка активирована Я надеюсь, что мы сможем что-то словить Если это, конечно, будет не мутирующая крыса Потому что еще раз я ее убивать не хочу Кстати, что тут у нас с аптечкой? Аптечка, походу, бесконечная Потому что мы можем хилиться О, тут, кстати, есть еще один путь Что это такое? Ааа, какие-то двери Я могу сюда войти Аа, эта дверь, похоже, заперта с другой стороны Тут нужен какой-то ключ авторизации Чтобы открыть вот эту дверь Но будем надеяться, что я смогу открыть Что это такое? Я вижу какой-то выход Ага Это, похоже, система на... Чтобы избегать вот этого затопления Да, то есть она высасывает воду Когда она там доходит до определенного уровня Но я слишком высок для того, чтобы Пробраться через вот эту маленькую дырку Да, чтобы... Ну, чтобы влезть в эту маленькую дырку Ну, мы сейчас попробуем Испытать наше оружие Так, иди сюда Наш пр... Наш пр... О, кстати, мы кого-то словили Прам Кто это такой? Похоже, мы словили маленького Няшного кролика В канализации В туннелях Кролик Шастался Между мутирующих крыс Во Ну, сейчас, ребята, а ну Сейчас мы контролируем Офигеть! Мы реально можем управлять реальностью То есть, смотри, ребята, сейчас я контролирую Маленького кролика Я, в принципе, знаю, зачем он нам нужен Нам нужно пробраться через вот эту хрень Вот этот маленький Полублок, да, то есть Один блок В который вот тот наш герой-носатый Не влазит Сейчас мы... О, кстати, привет! Это другая сторона Двери Которую мы не могли открыть Круто! Дерик А мы можем сейчас контролировать Да! Я могу с помощью кролика Захватить разум Дерика Или как он там называется И контролировать Вот, я открыл дверь Замечательно И сейчас давайте Давайте мы опять Возьмем кролика Кролик И пойдемте сейчас К нашему герою И захватим его Точнее, вернем себе разум Где ты? Где ты, наш дружок? Вот, замечательно Я, если честно Вот, ты спрятался тут Сейчас Опа! И да, ребята Мы уже обратно Я не хочу оставлять Вот этого бедного Маленького кролика Там одного Но все же, ребята Выбора у нас нет Прощай, кролик Да, давайте помажем ему Ручонка Дерик Здрасте! Ты должен быть Какой-то новый чувачок Секция 3 Опять закрыта Ну, ты Видно Видно то, что ты спешишь Ну да, в принципе Я спешу Мне нужно Мне нужно решить Одну проблему Какую проблему? Ага, то есть Проследовать через туннель Чтобы решить Какую-то там проблему Круто Ксруто Нет, не сруто А круто Что у меня тут Такого важного, чувак? Ааа Так У нас, в принципе Только сейчас выход Туда наверх Потому что тут Мы не можем пройтись Ох ты ж Что это такое? Кнопочки Ааа Ааа Ага То есть Нажми на вот эту Красную надпись Чтобы пропустить Вот этот пазл Так Круто Но я, если честно Не представляю Что это за пазл И что нам нужно делать Я не имею Ни малейшего О! Я не знаю Как я это сделал Но Допустим Я решил Да Это работа инженера Похожа на кошмар Но я надеюсь То, что Дереку За это неплохо платят Я, в принципе, тоже на это надеюсь Мы возвращаемся К нашему белому чувачку Ну, в смысле В белом костюме И О, спасибо за то Что ты решил Мою проблему Я почти Забыл То, что тебе пригодится Вот эта вещичка И он нам дал Лодочку И, как я видел Там была вода То, в принципе По логике Мы сейчас можем Проследовать По этой лодочке Опа Замечательно О, это должен быть Веселый день Ха, прикол Мы даже плавать можем Ребят, эта карта Это прям Угар вообще Потому что мы можем Контролировать Разум других людей И также Предметов Животных Я не знаю Предметов Не знаю Но все же Животных Это 100% А И плюс тому, ребята Мы тут даже плавать можем О, это Какое-то Хранилище Доков Да, то есть Склад Можно так сказать Я Очень То есть Тут нету сигнализации Не знаю Он так сказал То, что Я очень удивлен То, что тут нету сигнализации Мы, в принципе, тоже удивлены То, что тут нету ничего Такого Но, что нам нужно Мы можем проследовать Только вот сюда Я, в принципе, там вижу Какие-то Ничего тут нету Бла-бла-бла Мы кликаем на space Чтобы взаимодействовать С предметами Но ничего тут нету Ух ты Враждебный Робот Безопасность И он нам наносит 20 урона Иди сюда Иди сюда Я Ой, иди сюда Опа У нас есть аптечка И она, в принципе Как я понял Бесконечная Да, мы его убили Это очень хорошо То, что тут нету Ботов Охранников На которых Надеты лазеры Да Это действительно круто Потому что С лазером У нас были бы Неприятности Кстати Тут я вижу печки Печки, печки, печки Ничего интересного Тут нету Что тут у нас такое Что тут написано Ага Этот контейнер Похоже Имеет Надпись Эдвард То есть Приналежит ему И тут должна быть Какая-то посылка Которую мне нужно Ему принести Но Тут есть Какой-то замок Который нам Нужно сломать Для того, чтобы Открыть вот эту Посылку Я, кстати, туда не могу Пройти О, я не могу выйти Потому что Изначально мне нужно Мне нужна Посылка О, да А, нифига себе Я забыл То, что у нас Есть отмычка Ребята Это опять похоже На Зломай замок Эть Ну, это немного Тяжелее, чем Это было раньше Да Первый замок Хотя, я не скажу Что это прям Сильно тяжело Ничего тут Тяжелого Эть Нету Твою мать Почти Почти Но все же, ребята Я, в принципе, понял Как это все делается Ничего тут такого Тяжелого нету Нам нужно просто следовать И не попадаться В вагонет Вот, типа, в этом роде Я просто тут Очень сильно поспешил И вот сейчас Мы сможем Пройти Вот так Давайте еще раз Подождем О, пойду Беги, беги, беги Во, замечательно Ничего такого сложного Нету И сейчас, ребята Мы выходим И да Мы разблокировали Вот этот контейнер Который принадлежал Эдварду Ух Успех И похоже Что этот предмет Какой-то Мистический Загадочный Мне Получше Отнести Вот этот предмет Эдварду И посмотрим Что он нам скажет Когда мы ему Принесем Вот этот предмет Обратно Замечательно Поднимаемся Опять по лестнице Здрасте Франк И Эдвард Как у тебя делишки О, ты принес Мою посылочку Обратно Да, я принес Да, вот она О, хорошая работа Я ждал на нее Уже несколько месяцев И сейчас Ты мне ее принес Это Духи Это Духи Он отправил нас За парфюмами За духами Круто Ну, когда ты будешь готов Ты можешь отправиться На следующую миссию Которая будет Намного Серьезнее Я готов, ребята Мы же готовы Твое следующее задание Это Добыть Источник Энергии Нифига себе Найди какой-то SPI Объект И принеси мне Вот этот новый Источник Энергии И потом Доставь его На мою Что-то ферму Которая находится На каком-то На какой-то там Части города И От этого предмета Будет зависеть Судьба Нашего бизнеса Ну, в принципе Я понял Охранники Здрасте Мордасти И мы отправляемся Обратно Так Спускаемся вот сюда И выходим С этого города И куда нам нужно Да Появилась Какая-то новая Новый участок SPI Объект Я не знаю Что это за SPI Может какой-то Секретный Объект Разработки Ученых SPI Фасилити Так Что у нас тут Такое Сейчас посмотрим Ребята Что это такое Это Гоу-мини Электрическая Машина Люди говорят То, что Если нажать На газ До упора То ты сможешь Разогнать ее До 35 миль В час На автостраде Я не знаю Ребята Сколько Одна миля Ну, в принципе 35 миль Это может Где-то 40-50 километров Не так-то и много Но все же Ребята Если это Электрический Автомобиль То нормально За этими дверями Находится Какой-то Объект Это похоже На какую-то Лабораторию Киборгов И роботов Нихрена себе То есть Двери закрыты Мне нужно Как-то Пробраться А знаете Что, ребята А не могу Ли я Активировать Вот эту Вагонетку Вот эту Махину Гоу-мини Да Я могу Нифига себе Мы даже Можем контролировать Не только Людей И животных А даже Предметы То есть Роботов Офигеть Я надеюсь Что мы сможем Пробраться Через вот эти Вар Да Круто Круто О, я кстати Какого-то робота Вижу Ага Может Мне нужно Попробовать Использовать Прам-контроллер Да И сейчас Мы контролируем Робота Бета 373 А, так Замечательно Я как-то Пробрался Мне нужно Да, замечательно Сейчас я могу Сломать вот эти Ворота Или что Мне нужно О, да Сломал Это было Впечатляюще Замечательно Это что за огонь А, я должен Сюда А, я Поджог Ребята О, я потушил А, в принципе Я, наверное Должен был Вот это сделать Да, с помощью Этого робота Наверное Наверное Ладно Возвращаемся К нашему Главному герою И вернем себе Свой же разум Идем сюда Вот Забирай разум Он больше роботу Не нужен А, точнее Киборгу Если учитывать Историю Вот этой карты Тут я вижу Какие-то сундучки И я Мне не стоит Обращаться Как-то Вообще Что-то делать С этим оборудованием Потому что Я склонен К тому Чтобы Ломать вещички Кот Враждебный Кот-охранник Не хрена себе О, кот-охранник Ча мы тебя накажем О, это Был Или я Или кот И когда мы его убили Нам дропнулся Ключ От склада Это что такое Ага Этот Компьютер Имеет Какие-то Девайсы Контролирующие Вот этот Объект То есть Что-то там Используют Я не знаю Стоит ли мне Что-то с этим делать Хм А если Я ща вернусь За нашим роботом И попробую Что-то сделать С помощью Этого робота Может он там Сможет что-то нажать Сломать Или Я не знаю Сломать Ща попробуем Тут в принципе Много Есть всяких Возможностей Да Я прям как знал Упс Я Действительно Не хотел Вот этого делать Но похоже То что Панель Какой-то там Циркуляции Сейчас Сломана Так Так ладно Сейчас мы вернемся Назад К нашему главному Герою И вернем ему В очередной Распамять Возвращаемся И посмотрим Что мы сейчас Можем сделать С этим предметом О Так Похоже то что Я забрал Какой-то Предмет И Он должен Мне пригодиться Ладно Идем дальше Так Это что за хрень Ага Этот холодильник закрыт Мне походу опять нужно возвращаться К нашему киборгу Киборг Ты похоже Самый требовательный персонаж В этой карте Потому что я уже заколебался Тебе отдавать свою память А Бета 373 Выдвигается На задание Сейчас посмотрим Что мы сможем сделать С этим нашим роботом Големом Сможем мы Да Мы сломали Я должен опять подумать Как мне Добыть ключ Чтобы войти В эту хрень Что это было Какая-то морозилка Но в принципе ключ Мне уже не понадобится Потому что Наш друг Бета 373 Уже решил за нас Проблему Сейчас мы опять Увернем Наш ум Себе же Я надеюсь Что больше Робот нам не пригодится Он в принципе Очень милый Но Хватит Хватит Потому что Я уже заколебался Давать ему Свою память Свою память Свой разум И свой ум Итак Пойдемте сюда Пойдемте сюда Ребята И посмотрим Что там хранится В этой морозилке Так Не знаю Ребята Я похоже Опять должен Что-то сломать Ага То есть Вот этот Краогенный Замораживающий Предмет Очень Хорош В наши дни Frozen tomb Ага То есть Я Мне интересно Узнать Сколько они заплатили За вот эту Замораживающую Гробницу Мне похоже Опять нужно Сломать вот эту хрень Или что Ах Твою ж мать Как меня этот робот Заголебал уже Лучше бы я сразу Что-то там сделал До конца Прошел бы с этим роботом Сломал бы нахрен Всю вот эту лабораторию Чтобы не париться Не возвращаться Туда-сюда 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 Я уже себе так ноги Нахрен накачал Потому что мне даже В качалку ходить не нужно Потому что я уже Находился туда-сюда Ребята Но я надеюсь Что это правильное решение И правильная Тактика Потому что я надеюсь Что он сможет Вот это сломать Да Охренеть Чувак Сломай Еще тут что-то Сломай пожалуйста Еще что-то Потому что я уже Больше Не хочу с тобой Дружить А кстати Я могу вот так Быстро передвигаться То есть вот знаете Так будто прыгая Ааа Круто-круто Я не знал Что так можно Вот смотрите Это обычная ходьба А вот это Быстрая ходьба С помощью спейса Ну это как бы Взаимодействовать Но все же Я быстро бегаю Замечательно Что это такое Что это за хрень Ух ты Ачивка Разблокированная Go to far Какая-то Нихрена себе Какая-то Киборгическое Киборгическое оружие 40 урона А на нашей палочке 25 урона И так же Оглушение Но и там Урона на 15 Больше Поэтому забираем Себе И где у нас Есть еще один выход Значит это было Дополнительная Вот эта зона Это было Как они это Назвали Гробница Да То есть как Расхитительница Гробниц Наша Любимая Лара Крофт Я должен сюда войти Что тут такое Тут нихрена нету Но там в принципе Есть еще один выход Вот тут Вот тут Гумини Гумини Я там вижу Тут есть еще Какой-то выход И сейчас посмотрим Что у нас тут такое Ах Нихрена себе Что такое Ага Это какие-то Похожие Очень-очень Важные И очень полезные Предметы Которые Я даже Прикасаться не буду Двигаемся дальше Ах Так Так Что у нас тут есть Что у нас тут есть В этих раковинах Ага То есть ничего Так То есть Это не раковины Это холодильники Я не голоден Потому что я на свой завтрак На свой обед Уже покушал Много буррито Я не знаю Опять что такое Буррито Какая-то там еда Ага То есть Чтобы открыть вот эти двери Нам нужен ключ А у меня и есть ключ Потому что я его выбил С кошака нашего Замечательно Что это такое Это похоже на какое-то Электрическое питание Эдвард Говорил об этом Но Это какой-то Защищенный стол И мне нужно Дублировать Эту технологию Использовать Какой-то Сиркульборд А у нас есть Вот эта хрень Сиркульборд Да Так Оооо Что нам нужно Сейчас я прочитаю Я понял Что нам нужно Нам нужно Дублировать Вот это Все что у нас есть То есть нам нужно Полностью Я ребята повторяюсь Полностью Повторить Вот эту Схему Которая сейчас У нас есть Нам нужно Воссоздать Вот эту Всю схему Охренеть Просто Ребят Вы издеваетесь У меня Работы другой Нет То есть нам нужно Вот это все Повторить Вот все 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 Что тут есть Вот Так Замечательно Нам нужно Вот это все Повторить Это просто Охренеть Потому что Это займет Очень много Времени Но ребята Знаете что Не буду я Все это делать На камеру Потому что Это реально будет Очень И очень И очень Долго Ну похоже Что что-то В этом роде Я если честно Не совсем уверен На то что я Это все правильно Сделал Но я старался Ребята Да Замечательно Ты смог Дублировать Источник Энергии Замечательно И сейчас С удивлением Этот источник Энергии Было очень просто Чтобы его дублировать Нефига Это чтобы повторить Ну в этом смысле Охренеть Как это было Просто Я там сидел И полчаса Парился Сейчас куда нам нужно Сейчас нам нужно Вернуться к нашему Дружку Эдварду Только где он Находится И как там туда идти Только не говорите Что нам нужно Вот этот путь Весь обратно Вот ребята Источник энергии Давайте вот это сюда Поставим Это сюда поставим И отмычку Вот сюда И также Наш прам Для того чтобы Контролировать Ваш разум И сейчас в принципе Мы будем возвращаться Обратно К Эдварду Аптечка Аптечка Как обычно Привет Эдвард Так Я очень рад То что ты Присоединился К нам Ты принес Мне то что Мне было нужно А точнее Энергетический Объект То есть питание Да Вот тебе Превосходно Ты сделал Отличную Работу Эйтан Но к сожалению Мы больше В тебе Не нуждаемся Охрана Расправится С ним Ах ты же Мать твою Предатель Ух ты же Ребята Он нас предал Он нас Предал Я не могу Поверить В Эдварда То есть то что Он больше В нас не нуждается Но до сих пор У меня есть Две ноги И я могу За ним Последовать Ребята Как вы Думаете Дуете Нет Не дуйте Никогда Ребята Как вы думаете Последуем ли мы За Эдварда Вот в это Вот в это место Которое находится Перед носом Нашего носатого Я надеюсь Что последуем Но ребята Это уже будет Следующая серия Потому что В этой серии Мы уже заканчиваем Я очень сильно Надеюсь Что вам понравилась Эта серия Ребята Надеюсь Вы хотите Видеть новую серию Уже сегодня Через пару часов Так как Мы только сейчас Проходим Эту замечательную карту Я надеюсь Что вы хотите Чтобы я прошел ее До конца И мы все Дружно увидим Чем же закончится Эта интересная карта Вы также можете Ее уже скачать Потому что Ссылочка есть в описании Ребята Заходите Скачивайте И вы также сможете Пройти эту карту Быстрее чем я И узнать Чем это все Закончится Только не спойлерить В комментариях Нет ребята Все же Чем быстрее мы наберем С вами 2500 лайков Тем быстрее выйдет Новая серия И за это я вам скажу Только большое спасибо Ну и вы в принципе Увидите новую серию Как можно быстрее Это также большой плюс Для вас Поэтому ребята Не полидитесь Поставьте лайк И также подписывайтесь На мой канал Потому что Каждый подписчик Для меня как друг Я буду очень сильно рад Если вы вступите В нашу большую дружину С этими подписчиками Ребята Потратьте у меня всего лишь Две секунды Чтобы поставить лайк И так же Чтобы подписаться На мой канал Ребята За это я буду вас любить Еще больше Все вам пожму руку Рассылую И также выпущу Новое видео Как можно быстрее Также большое спасибо Тем кто смотрел Это видео до конца Вы прям нереальные Могучие Космические Молодцы Кто смотрит видео до конца Да И я хочу вас пригласить На просмотр нового видео Которое выходит Каждый день На моем канале Поэтому ребята Не стесняйтесь Я всегда буду рад вас видеть На просмотре новых видео Сейчас мы к сожалению Будем прощаться Но ребята Я скажу вам еще раз Большое спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока